Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередной выпуск в рубрике «Пирог за 20 минут». Как вы уже поняли из названия, сырный. Один из моих юных операторов без ума от качапури по-аджарски. Правда, всегда просит яйцо в конце не добавлять. Он регулярно меня изводит просьбами о приготовлении. Мне нет проблем приготовить, но ему, как правило, вожделенный кусок нужен вот прям здесь и сейчас. На самом-то деле ему нравится, конечно, в первую очередь сырная начинка, которую я в наших краях, бедных, так скажем, грузинским сырами, готовлю из смеси рассольной моцареллы и феты. Так вот, когда он в очередной раз подкатился со своими несвоевременными просьбами, начисто игнорируя тот факт, что тесто для качапури должно выраживаться ну хотя бы три часа, я вспомнил, что в холодильнике у меня лежало магазинное слоеное тесто. Эта замена его вполне устроила. Так что вам предлагаю, если вдруг захотелось быстрой выпечки, а сладкие начинки изрядно подноели, воспользуйтесь вот этим моим вариантом. Поехали! Начинка примитивнейшая. Натираю на крупной терке рассольную моцареллу. Да, кстати, совершенно не обязательно использовать именно моцареллу или именно рассольную моцареллу. Выбирайте те сыры, которые вам нравятся. Это же просто быстрый пирог, по сути, ну, скажем так, горячий бутерброд с сыром. Также натираю фету. Мне вот нравится, когда начинка имеет такую кислинку и солоноватость, что ли, феты. И при этом в ней присутствует нежная тягучесть моцареллы. Еще такую начинку можно разнообразить, добавив в нее немного пряных трав. Наруглю помельче петрушки. Вы же наверняка пробовали разные мажущиеся сыры с травами, ну, типа альметы и прочих. Не обязательно даже именно свежие травки добавлять. Я не пробовал, но, думается, мне очень неплохой добавкой будет так называемая смесь прованских трав. Попробуйте и напишите в комментах результат, а лучше фотографию в группе ВКонтакте. Публикуйте. Все ссылки на свои соцсети я публикую под каждым выпуском кулинарной пропаганды. Еще понадобится желток для обмазки. Чтобы белок не пропадал, добавлю его в начинку и перемешаю. Как-то так. Ну, вот, собственно, и все. Начинка готова. Я ее не солю. Солености феты на мой вкус вполне достаточно. Остается собрать пирог. Слоеное тесто в наших краях продают незамороженным. Так что все очень быстро получается. Если же у вас оно из морозилки, то, думаю, за то время, пока будете возиться с теркой, с сырами, оно вполне успеет оттаять. Чтобы краешки лучше склеились, их надо смазать желтком. Примерно вот так. Закрываю сверху вторым листом. Так вот. И склеиваю края. Кстати, я заметил, что если начинка очень влажная, то тесто значительно хуже подходит. Так что тут очень важно соблюсти баланс между влажностью, ну, а значит, сочностью готовой начинки, и, скажем так, пушистой воздушностью теста. И вот эти разрезы, кстати, тоже служат той же цели. Во время выпекания из них лишняя влага будет испаряться. Ну и завершающий штрих. Смазывание желтком. Это придаст выпечке дополнительную румяность. Все. Отправляю пирог в разогретую духовку. Температура 200-210 градусов. В моей духовке все будет готово примерно минут через 15. Ну а вы смотрите на свою печь. Подождем. Есть этот пирог надо, конечно же, горячим, потому что когда расплавленный сыр застынет, будет уже все-таки не то. И хотя мне совсем не нравится магазинное славяное тесто, вот в этом варианте начинка прекрасно на себя вытягивает все блюдо. Вот такой пирог всего за 20 минут. Берите на вооружение идею, используйте свои смеси сыров и делитесь опытом. Спасибо за компанию. Всем пока! Начисто игнорируя тот факт, что тесто для хачапури должно выраживаться ну хотя бы 3 часа, я вспомнил, что в магазине у меня лежало готовое в магазине.